В таком автомобиле Volkswagen Passat с коробкой автомат DSG от 913 тысяч рублей. Добрый вечер. С вами информационная программа «Я. Новости» в студии Александр Захаров. Первые итоги дня вам представляют корреспонденты службы новостей телеканала «Я-24». В начале выпуска коротко о главном. Девятое по счету судебное разбирательство по делу мэра города Ярославля. Решение суда. Дмитрий Тонсков остается в СИЗО. Теперь все дети под присмотром. Специализированный детский сад на улице Шавырина вновь открыл свои двери. Ядовитый сорняк наступает. От борщевика сильнейшие ожоги ежегодно получают все больше ярославцев. Конфликт с Душком. Жители домов по улице Ямской борются за чистоту своих улиц и подъездов. А трудовые мигранты отстаивают свое право на человеческие условия жизни. Здесь клюет всегда. Рыбное место открыто в Ярославском зоопарке. Заместитель мэра Дмитрий Тонсков остается под стражей. Такое решение вынес сегодня Ярославский областной суд. В каких условиях содержит арестованного чиновника, узнал Эльдар Миндиахметов. В отношении обвиняемого Донскова Дмитрия Александровича мера пресечения в виде заключения под стражу оставить без заменения. Аккуляционную жалобу адвоката Ивановича без удовлетворения. Дмитрий Донсков стал третьим по счету фигурантом громкого уголовного дела, который попытался протестовать свой арест. Заместителя мэра Урлашова обвиняют в попытке получения отката от предпринимателя Шмелева. Напомним, 5 июля Ленинский суд решил заключить Дмитрия Донскова под стражу во избежание давления наследствия. Адвокаты сочли меру пресечения слишком строго и подали протест, но безуспешно. Однако по заверениям защиты доказательства невиновности у следователей есть. До сих пор сторону защиты Донскова волнует утаивание протокола очной ставки между Донсковым и Шмелевым. Я вам ответственно говорю, там господин Шмелев заявил о непричастности моего подзащитного, нашего подзащитного. Защиту отмечает арестованный Дмитрий Донсков, сотрудничая с органами, но против Урлашова показаний не дает. Между тем, жена заместителя мэра Юлия Донскова сообщила о плохих условиях содержания мужа. Удалось перекинуться буквально пару слов по телеконференции. Да, к сожалению, в камере крысы. Я в шоке сейчас. Я боюсь крысы. Поэтому я в шоке. Муж чувствует себя удовлетворительным. В таких условиях Донсков будет находиться до 5 сентября. Это было девятое по счету судебное заседание в отношении меры пресечения для фигурантов громкого уголовного дела. Пока Фемида решала судьбу Дмитрия Донскова в соседнем зале, а протестовать решение Ленинского суда пытался помощник мэра Алексей Лопатин. Правда, ничего из этого не получилось. Он также останется под стражей. Эльдар Митихметов и Сергей Мазилов. Я новости. После капитального ремонта вновь открыл свои двери для воспитанников специализированный детский сад 216. С детьми будут работать профессиональные педагоги и квалифицированный медицинский персонал. С места событий репортаж нашего корреспондента Александры Топковой. В Дзержинском районе после длительной реконструкции торжественно открыл в свои двери красивый современный детский сад «Оранжевое детство». Уникальность этого учреждения заключается в том, что он принимает детей с патологией желудочно-кишечного тракта и заболеванием сердечно-сосудистой системы. Вот они настоящие детства на спортивных машинах. Вот молодежь-то. Мы очень тщательно создавали условия, чтобы наши дети действительно здесь получали достаточно квалифицированную помощь педагогов и специалистов. Детский сад закрыли на ремонт еще в 1993 году. В 1996 началась его реконструкция. И вот через 20 лет детский сад вновь открылся для своих воспитанников. Просторные комнаты, игровые помещения, пищевые и медицинские блоки, спортивные залы – все для удобства детей от ясеного до дошкольного возраста. В плохую погоду дети могут проводить время на закрытой площадке. Развивающие игрушки, качели, специальная система вентиляции воздуха – все выполнено по новейшим технологиям. Он отвечает современным требованиям. Это садик, который может войти в программу «Наш новый садик» или «Наша новая школа». То есть он очень современный, высоко хорошо техническое оснащение. Детский сад «Оранжевое детство» рассчитан на 55 детей. С малышами будут работать воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, квалифицированный медицинский персонал. Я хочу, чтобы мой ребенок ходил в этот садик. Садик новый, все новое, то есть нам очень нравится. В день открытия «Оранжевого детства» не только чиновники, но и все желающие могли осмотреть внутренние помещения детского сада и благоустроенную прилегающую территорию. Оценка и у приемной комиссии у жителей единодушна. Пять с плюсом. Александра Топкова, Лев Белков, ЯНовости. Вместе с жаркой летней погодой в Ярославль вернулась и старинная напасть борщевик. Ядовитый сорняк все больше и больше заполняет обочины дорог. Жители города и области уже обращаются в больницы с ожогами. О борьбе с агрессивным растением расскажет Ксения Рулева. Взял ножик, думал, грибов порежу чуть-чуть. И этот борщевик, носный и противный борщевик, мне попал на голову, на живот. Эта история произошла около 30 лет назад, здесь же, в Кузнечихе. Травма детства до сих пор не позволяет Владимиру приближаться к борщевику. Мужчина удивляется, почему опасные растения перестали уничтожать. Вот такие заросли борщевика можно увидеть, слегка отъехав от города. Ядовитый сорняк заполонил всю обочину дороги. Здесь с ним никто и не пытается бороться, несмотря на то, что рядом живут люди. Мы бы очень хотели, чтобы немножко навели порядок. Ведь где-то, представляете, в других местах ничего нет. Вообще даже не знают, что такое борщевик. Наша местность заполонена им. Глава Ярославского района разводит руками. Раньше с борщевиком активно боролись целыми колхозами. А теперь никто уборку ядовитого растения не финансирует. Остается один вариант – просить о помощи местных жителей. Где-то, да, они так выкашивают, вот в черте населенного пункта. Главы поселения организуют уборку ее. Но это, конечно, сегодня совершенно недостаточно. Борщевик – ядовитое растение. Его сок, попадая на кожу человека в солнечный день, вызывает сильнейшие ожоги. В июле борщевик наиболее опасен. В больнице уже есть первые пострадавшие. Я хочу предупредить всех, кто выезжает на природу. Если вы работаете с борщевиком, то обязательно надо одеться. Одеться в плотную одежду, чтобы срок борщевика не попадал на вашу кожу. В конце 40-х годов прошлого века борщевик стали искусственно разводить в качестве корма для скота. Но вскоре об этом пришлось забыть. Растение оказалось не только ядовитым, но и крайне живучим. Настолько, что с ним не справляются даже яда-химикаты. Ксения Рулева, Денис Лосев. Я. Новости. Необъявленная война развернулась между жителями домов по улице Ямской и трудовыми мигрантами. Жители не устраивают мусор под окнами. А мигрантов – условия, в которых приходится ждать своей очереди в местное отделение УФМС. Однако, если хочешь работать в России – терпи. В проблеме разбиралась наш корреспондент Анастасия Сотникова. Окна сюда, их это не смущает. Потому что нужду им справить надо, а где – нету. Я не националист, мне абсолютно наплевать. Вот наши, ваши. На улице Ямской такие бунты не редкость. Чуть больше года назад неподалеку открыли отделение Федеральной миграционной службы. Открыть – открыли, а о людях – забыли. Толпы трудовых мигрантов ожидают своей очереди прямо на улице. Галина Шугаева, жительница дома 78, не хочет выходить во двор. Женщина говорит, что просто устала от мусора и стойкого запаха мочи во дворе. Это полное безобразие. Пригласили людей сюда работать из других государств, близлежащих. Ну и что получается? Покушать им негде. Туалета у них нет. Они ходят к нам во двор. Здесь исправляют свои дела. Поедят, все оставят. Недовольные сотрудники офисов, расположенных по соседству. Они даже развесили на деревьях соответствующие таблички. Однако, легче не стало. На работу невозможно просто пробиться через толпы мужчин, которые там, я не знаю, обсудят с ног до головы и пальцем покажут. И очень хочется, чтобы как-то их вывели в нормальное место куда-то. Чтобы они и себе не создавали проблем, и нам, работающим и живущим, здесь не мешали. Приезжие сами не рады таким условиям. С раннего утра им приходится занимать очередь, чтобы получить необходимые документы. Людей много, сотрудников мало. Поэтому ждать приходится на улице. Почему другие города, так и условия сделано. С утра приходишь, все, что хочешь, там есть. По очереди стоишь, по сиденью тоже сидишь, очередь ждешь. А здесь стоишь, даже сидеть негде. Негде, негде. И попросить негде вообще. В здании есть туалет, доступ туда никому не запрещен. Сейчас на уровне правительства области решается вопрос о выделении нам нового здания. С тех пор прошло полтора месяца. Анастасия Сотникова, Денис Лосев, ЯНовости. Сезон рыбалки открыт в Ярославском зоопарке. Теперь посетители смогут приходить сюда со своими удочками. О необычных способах проведения досуга в черте города в репортаже нашего корреспондента Анастасии Сотниковой. В обычном зоопарке животных можно только подкармливать. Но у посетителей нередко возникает желание унести с собой какую-нибудь зверюшку. Когда подходят рыбачки, мужички, охотнички, и когда они смотрят вот таких карпов, да когда их очень много, у них начинает течь слюна. И они говорят, вот бы сюда бы с удочкой прийти. Ярославский зоопарк пошел навстречу любителям рыбалки. Специально разводить карасей и карпов не пришлось. За пять лет существования зоопарка они расплодились настолько, что для всех рыб не хватает места в прудах. Детям будет очень интересно. Я думаю, что здесь хороших львов будет, много рыбы. Поэтому для каждого ребенка будет очень-очень интересно. Оригинально. Мы из Москвы, у нас такого нет. Мечта любителей большого улова сбылась. Теперь каждый посетитель может вернуться из зоопарка со свежим карасем. Однако его нужно сначала поймать. Аттракцион появился неделю назад, но желающих закинуть удочку уже хоть отбавляй. Теперь рыбалка стала комфортной. Не надо рано вставать и выезжать за город десятки километров. Поймать крупную рыбу можно даже в обеденный перерыв, получив при этом максимум удовольствия. Анастасия Сотникова, Лев Белков, ЯНовости. Если в зоопарке созданы все условия для содержания животных, то питомцам частного приюта Яркот приходится уютиться в полуразрушенном здании бывшей компрессорной. Хотя совсем недавно они жили в чистом и комфортном помещении. Подробнее Ксения Рулева. Спонсоров у нас официальных как предприятий нет никого. Просто обычные жители города. Яркот – единственный зарегистрированный кошачий приют в Ярославле. К 1 июля защитников животных в срочном порядке попросили освободить арендуемое помещение в центре города. Сроки были ограничены одной неделей. Здание старой компрессорной на территории завода Ярсантехмонтаж оказалось единственной доступной альтернативой. Вот такое помещение нам удалось получить на сегодняшний день при экстренном перевозе котиков. Ветхая крыша, разбитые окна, облупившиеся стены. 67 квадратных метров вряд ли смогут заменить прежний комфорт. Никаких денег от властей города и области приют не получает. Ремонт придется делать за свой счет. Есть люди, которые переводят просто стандартно в какую-то сумму раз в месяц. И за счет этого мы можем содержать здоровых животных на передержках. И также делаем сами взносы на оплату аренды помещения. Пока решается вопрос с новым домом для маленьких пушистых друзей, неравнодушные волонтеры решили приютить их у себя. В этой обычной городской квартире, в которой места мало даже для людей, нашли себе временный приют – около 30 кошек и котов. Сейчас их тут 4. Поскольку у нас тут рядом клиника, то к нам часто больных мне привозят. На реабилитацию. На реабилитацию. Во-первых, я могу их отнести в клинику, она недалеко. Во-вторых, я за ними ухаживаю, есть время. Такая практика дала свои плоды. Например, бродягу Мусю едва не разорвали собаки. Добродушные волонтеры еле спасли израненную кошку. Сейчас она идет на поправку. Скоро я сниму защитный воротник. Ксения Рулева, Тимур Оршинов, Лев Белков. Я. Новости. Далее реклама, после которой мы продолжим выпуск новостей. Сузуки запускает цены в обратную сторону. Внедорожник Гранд Витара этого года в салонах официальных дилеров от 975 тысяч рублей. Предложение ограничено и действует до 31 августа 2013 года. Подробности suzukidefismotor.ru Сузуки. Ценовой переворот. Вас преследует демон. Его ловушки повсюду. Что за машина? Citroën C4 Sedan. Каскадер не нужен. Поведу сам. Новый Citroën C4 Sedan. Citroën. Creative Technology. Знать город — это просто. Двагис. Подробный справочник с картой города. Скачай бесплатно на двагис.ру. Двагис. Город в твоих руках. Рено Калеос. Вседорожное признание. Каждый шаг вперед Мазда превращает в прорыв. Радикально новый двигатель Skyactiv 2 i5 делает Мазда 6 одним из лидеров класса по динамике и эффективности. 192 лошадиные силы и ускорение до 100 всего за 7,8 секунды. Мазда 6 и новый двигатель Skyactiv 2 i5. Неудержимое. В Тверицах церковь Зосимы и Савати Соловецких теперь украшает новая икона. На образе лик адмирала Федора Ушакова. Выбор знаменитой исторической фигуры не случайен, потому что эта церковь была построена на пожертвования моряков. Икона уникальна, так как она выполнена в сложной технике. Автор творения Владимир Варискин работал над образом больше месяца. Он создавал изображение знаменитого флотоводства прямым набором мельчайших модулей мозаики. Это духовный образ той личности, которую изображает художник. И вся моя заслуга и вся моя работа связана с тем, чтобы достойно передать это все дело, изобразить. И в силу своего мастерства и знаний это все сделать. Вспышки камер и скрежет объективов сегодня раздаются повсюду. И ничего удивительного. Фотографы отмечают свой профессиональный праздник. В честь этого события в Ярославле стартовал новый арт-объект «Сушка». Алина Комарова продолжит тему. Все, спасибо. И заври. Раз, два, три. Андрей говорит, что даже не помнит, когда первый раз взял в руки фотоаппарат. Сначала снимал животных, потом увлекся пейзажами. Но плоское изображение Андрею не нравилось. Оно не могло передать ни летящей листвы, ни массивных фасадов. Требовался объем. Тогда Андрей вместе с отцом стал экспериментировать. Есть 3D-фотография, когда хочется передать атмосферу присутствия, когда ты находишься в том или ином месте, например. Это если снимать людей. Или, например, тот или иной пейзаж, когда он немножко все равно по-другому воспринимается на объемной фотографии, нежели на плоской. Технология 3D-изображений очень простая. Выбираем удачную натуру. В данном случае это ваш корреспондент. Делаем два статичных изображения, потом монтируем их в специальной программе, и вуаля, объемное изображение готово. Мне нравится вот эта картинка. Вот какой-нибудь. Новый фотопроект «Сушка» дал Андрею возможность показать свои работы. Цель выставки – обмен опытом. Можно прийти, повесить свою фотографию и забрать с собой понравившееся фото. Что такое фотография сейчас? Для кого-то это случайный кадр, а для кого-то – высокохудожественный снимок. Лично для меня фотография выглядит вот так. Пусть она немного темная, но безумно романтичная. Фотопроект «Сушка» пришел в Ярославль из Санкт-Петербурга. В культурной столице России он проводится уже третий год. Здесь пришли люди, которые хотят поделиться теми моментами прекрасными, которые у них в жизни происходили. Главное для фотографа – свое индивидуальное видение. Техника и новомодные приспособления не имеют значения. Алина Комарова, Анатолий Сахаров, Сергей Мозилов. Я-Новости. Программа Я-Новости на этом завершает свой выпуск. Далее вас ждет прогноз погоды. С вами был Александр Захаров. Всего доброго. Ждите вечерних новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин